С приходом весны тысячи белорусов вспоминают свое любимое хобби. Горожане и сельчане вооружаются удочками и отправляются на лов. Однако места они выбирают зачастую далеко не самые безопасные. Одна из распространенных локаций линии электропередач. Ежегодно от удара током гибнет минимум пять человек. Ловля рыбы в охранной зоне электропередач запрещена. Поэтому, кроме поражения электрического тока, любители рыбной ловли в охранной зоне электропередач ожидает еще и административную ответственность. Рыболовам на заметку. Современные удочки без проблем проводят электричество. Не обязательно касаться проводов, достаточно лишь приблизиться. И печальные последствия не заставят себя ждать. Однако даже предупреждающие знаки не всегда останавливают любителей пощекотать себе нервы. Увешивание плакатов в местах пересечения с рыбной ловли, выявление новых мест, где могут находиться рыбаки. Меняются голые провода наизолированные. Этим мы обеспечиваем безопасность. Самодейственная защита – своевременная профилактика. Инспекторы держат ситуацию под контролем. Вылавливают нерадивых рыбаков, проводят беседы, вручают памятки. До кого-то, к счастью, достучаться удается. А вы знаете, что в охранной зоне запрещена рыбалка? Нет. Что это опасно для жизни? Знаю, что опасно. 10 тысяч вольт. Я вас понял. Охранная зона 10 метров сюда, 10 метров туда. В детстве учат каждого стоком шутки плохие. Чтобы любимое занятие стало приятным времяпровождением, стоит прислушиваться к специалистам и не испытывать судьбу. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.